Белка является символом Лакреевского леса с самого его основания. В скором времени там поселятся новые соседи – алтайские белки. Чтобы восстановить популяцию этой редкой породы, администрация города Чебоксара и Сбербанк объявили конкурс на лучший беличий домик. К экологической акции присоединились и наши коллеги. «Мастера на все руки» – это о сотрудниках национального телевидения «Чуваши». Вот из такого невзрачного домика мы постараемся сделать настоящее произведение искусства. «Таня, как ты считаешь, каким должен быть идеальный беличий домик?» Я думаю, что домик ни в коем случае не должен быть каким-то кричащим, поэтому мы используем такие деревянные палочки и натуральные краски. Я думаю, что домик должен быть ярким, чтобы это белок привлекало. В первую очередь, мне кажется, нужно нацелить все наши силы на контрастность. Каким бы красивым ни был наш домик, главное, чтобы там было много вкусной еды, и тогда белочки точно к нам прибегут. Тогда приступим. Предпочтение мы отдали натуральным материалам – как в покраске, так и в оформлении. Не зря же копили целый год палочки для суши из корлупки от фисташек. Вот и пригодились. «Я опасаюсь того, что белочки подумают, что это настоящие орешки, и внутри есть какая-то начинка, и начнут их грызть. Так что мы не будем, может быть, их обманывать. Белки наверняка ценят нашу дизайнерскую концепцию. Но важнее все-таки другое. Бельчатник должен защищать зверьков от снегопадов и холодов, служить кладовкой для еды и колыбелью для будущих малышей. Поэтому качественные и привлекательные домики – прямой путь к возрождению редкой породы белок-селеуток. Стоит отметить, что это самый крупный подвид обыкновенной белки с густым мехом. Они очень подвижны, умны, красивы и доброжелательны. Совместными усилиями добиться желаемого результата будет проще. Это здорово, это интересно, это хороший пример для других компаний присоединиться. И тоже, ну или для семьи, да, мамы с дочкой или с сыном, почему бы им не сделать домик. А еще лучше папу подключить, ведь сколотить основу-то нужны мужские силы. Постарались на славу, домик готов. Передаем его лично в руки художественному руководителю парка. Для разведения потомства он, конечно, не подходит, но для столовой в самый раз. Кстати, корм, семечки и арахис тоже одобрили. Белкам категорически нельзя предлагать миндаль. Для них это яд. Кормушки мы уже повесили, специально вызывали автовышку, для того, чтобы они были на определенной высоте. Все это согласовывали с экологическими подразделениями нашего города, чтобы они нам сказали стандарты. Все кормушки закреплены на специальные тросы, чтобы не повредить деревья в том числе. И получается, высота эта определена тем, чтобы от хищников спастись, ну и, конечно, от людей, от их любопытных взглядов, чтобы белкам было удобно. А вот так должен выглядеть настоящий дом для белок. Сделан он по всем правилам. Дедушка с внуком постарались на славу. Подыскали специальный или пенек, или плаху, как называть. Его помощью обработали, выстрогали. Он мне помогал, инструмент подавал. Работали, построили, привезли, поставили. Главное привить внуках, в детях, внуках, любовь к природе. Потом я хочу ходить в лес и смотреть, как они живут, и кормить их, и наблюдать за ними. Итоги конкурса на лучший беличий домик подведут 12 августа. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.